В сторисе выразился кратко, но немножко поподробнее об этих знаках на набережной и вообще ситуации, которую, я думаю, связанная с нашей дорожной структурой. Только что я обыцеливал плитки, с плиткой тоже есть определенные точки роста, и в целом наш город тратит деньги на какую-то херню. Смотрите, эти следы. Почему сказал херню? А выходит, что в рамках этого мобильного приложения, которое связано с этими следами, и на ВДНХ презентовано, и скидки там будут, оно больше никому не нужно. Потому что 40 миллионов выделено абсолютно на другое приложение. До этого у нас было Золотое кольцо 2.0, потом Медвежья тропа, сейчас новое какое-то приложение за 40 лямов. Вы слышали о Золотом кольце 2.0 или о Медвежьей тропе? Напишите, кстати, если слышали. Так вот, здесь у нас получается, что будет зона свободная от парковки. Были ли здесь проблемы с разъездом когда-нибудь? Не было проблем. Но зато была возможность для индивидуальных туристов ванильное небо посетить. Тут много кафешек посетить. Ну и в целом прогуляться по набережной. Ну а сейчас это делать нельзя. Зачем? Если не было проблем, что-то ломать. И вот, исходя из логики, что нужно что-то, что-то новое, какую-то инновацию, мы пытаемся себе себе шиво в задницу застынуть. Так вот и живем. Последнее время Ярославль, это не фиксация каких-то устоявшихся, сложных проблем, которые длятся определенное время. Это придумывание затыкания какими-то новаторскими проектами дырок, которые не предназначены для затыкания. Как будто бы такие плаги, которые в секшопах продаются, они решили вот этими плагами заделать все проблемы Ярославля. Только тыкают-то в привычное место. И это, конечно же, меня больше бесит. Вот сейчас я узнал, не так давно узнал о том, что все по набережной, все, теперь парковаться нельзя. До этого меня очень сильно бесили вот эти знаки самокаты. То, что самокаты у нас набережной запрещали. Вот, соответственно, этот значок. Зачем? Чтобы убить туризм, чтобы убить мелкий и средний бизнес, люди вообще не думают. И, конечно же, меня это очень сильно расстраивает. Что вот, казалось бы, такими мелочями, ну, а остальным гражданам-то, как бы сказать, и не то, чтобы с руки пытаться понять, а чего ж тут тогда вообще-то. Так вот, сразу же докладываю, что больше всего пострадает. Вот, соответственно, ресторан там и кафешка там на первой линии, в котором толком ты и не запаркуешься теперь, кстати. Вот тут, смотрите. Видите, много машин запарковано, да? Вернемся к улице Свободы. Там тоже вдруг кто-то из гениев современности решил, что там необходим островок безопасности, так сказать, ну, чуть ли не зеленая часть посередине Свободы. Вот, из-за этой фигни уже сейчас пробки в Ярославле начались. Ну ладно, боксим, с пробками еще понятно. Также там опять повесили знаки, запрещающие парковку. До этого на Свободе появились знаки, ограничивающие почету-ничету, из-за которой прилетает штраф, не прилетел. И, казалось бы, действительно, в тех местах, где нужно разгружать, это да, но по ходу все это идет к так называемой, видимо, введению потом платной парковки. И это промежуточный этап. Причем, если промежуточный этап это ввести бесплатное ожидание, а потом сделать полную парковку платным, у нас промежуточный этап это сломать ногу, а потом ждать, пока она восстановится, для того, чтобы, не знаю, ее побрить. И из-за такого подхода к действиям они вызывают только злость и ярость людей, которые действительно здесь живут. Людям, которые здесь не живут, вообще насрать. Ну, сделали они это на Свободе. Ну, едут после этого. Подумаешь, пешеходов потом там начнут сбивать. И там же, почему появился подземный переход? Из-за интенсивности движения, из-за того, что были проблемы с перебегающими пешеходами и не тормозящими водителем, сделали подземный переход. Сейчас подземный переход есть. Сделают по Свободе. Вот это, я напротив Тюза говорил. Вот этот островок безопасности, что в первую очередь начнут все делать? Правильно, бегать через него. А убрали парковку, тоже. Там малый и средний бизнес. А как? Там не запарковаться вообще. То есть, ладно, с сотрудником, хренским, с гостями, что делать? На общественном транспорте все им ездить? Туристам на общественном транспорте ездить? Или жителям Ярославля на машине на общественном транспорте ездить? Для того, чтобы сходить в ресторан или в кафе? Серьезно? Вы такси-то... Ну, есть, конечно, такси, да? Вы цены на такси в Ярославле видели? Это же вообще прямо космос. Мы потихоньку идем к московским ценам. И вот из-за этих всех гениальных управленческих решений по поводу того, чтобы максимально создать Ярославский геморрой, у меня вызывается проведенный гнев. И я объяснил, почему. Потому что это неудобно жителям. Неудобно моей категории, да? Которая обладает деньгами, которая ездит на машине. Неудобно. И уж тем более людям, которые понимают, каково живется сейчас малому и среднему бизнесу в России. И вот представьте себе, ничего не предвещало беды, и опух тебе, туристический и гостевой поток в два раза меньше становится. Вот, классно придумали, молодцы. И, понятное дело, что не так много этих людей, чего о них думать. Так а о ком думать-то? Кому-то легче от этого стал, никому не легче, только всем хуже стал. И еще, кроме того, что всем хуже стал, потрачено несколько десятков миллионов рублей. У нас ведь деньги-то некуда девать, правильно? Поэтому мобильное приложение, островок безопасности, оп, и это уже стоимость больницы. Но с больницы-то, конечно же, хватает. Избытки, излишки, прямо и не нужны они нам, и детские садики нам не нужны. И уж тем более, дороги нам нормальные не нужны. Кажется, разные бюджетные вещи. Конечно, по проекту на дороге можно было в другое какое-то, бюджетное, наверное, отнести подразделение, и для того, чтобы появилось, это не островок безопасности, а хотя бы еще один надземный переход, может быть, хороший. Если уж мы не говорим про конкретный асфальт, и это очень сильно удручает. Удручает именно осознание того, что делается, как будто бы какими-то диверсантами и врагами. То есть, какие-то как будто бы вредители там сидят и выдумывают, как бы нам, хе-хе, под Новый год-то ярославцам тут насрать. Сразу вспоминается персонаж Гринч, который ненавидит Рождество, а такое чувство, что некоторые люди, которые принимают решения, ненавидят Ярославль. И сейчас поступает сигнал, что действительно такие люди есть, которые... А да, да, а по факту, а, саги, ярославцы, аааа, раздавил у вас. Или раздавила. Интервьюги, чтобы было. Продолжение следует... ... ...